Человек может приспособиться ко всему. Слово «человек» было запрещено к употреблению и внесено в список запретных слов, которые надлежало забыть в течение двух поколений. Единственное место, где можно было прочитать это слово, была могила неизвестного ультракоммуниста. Встроенные детекторы проверяли реакцию мозга индивида на прочтение этого слова. В случае обнаружения, возмущения, раздражения и иных подобных чувств, специальная команда немедленно забирала этого индивида и отправляла его на реимплантацию. Я глубоко вздохнул, посмотрел на надпись. Ну что же, человек или индивид, какая в сущности разница, как назвать существо, которое отличается от паука? На потолке только количество ног. И тем, что может говорить некоторые слова, которые еще не запрещены к употреблению. И то, и другое существо появляется из вечности и уходит в вечность. И какая разница, что оно жрет и чем оно чистит зубы. Главное, спокойно пройти через все, что тебе положено. И ни в коем случае не возмущаться и не пытаться что-либо менять. Потому что, когда начинаешь пытаться что-либо поменять, то всегда получается не лучше, а только хуже. А в этом плане подавлятор – великолепное изобретение эпохи ультракоммунизма. Потому что он дает возможность существовать спокойно, не возмущаться, не протестовать, сознавая всю бесполезность протестов и возмущений. Всякая система стремится к наиболее устойчивому и стабильному состоянию. Это наиболее общий закон физики. И в этом плане эпоха ультракоммунизма с нее незыблемым порядком. Это самый закономерный итог всего предшествующего развития. Я счастлив, что существую именно в это время. Наиболее убедительное время из всех существовавших эпох. Индикатор детектора возмущения резко звякнул и зажег зеленую лампочку. Возмущение не зарегистрировано. Все в норме. Мне можно было идти в свой жилой сектор. Но я решил еще постоять у могилы. И подумать о вечности и о справедливости. Если я буду это делать достаточно часто, меня через какое-то время заметят. Специальная команда заберет меня прямо в коридоре. Мне вживят второй подавлятор и назначат секторальным подавителем. Я стоял и не знал, лучше мне от этого станет или хуже. Мне и так было неплохо после облегчения живота и минета. Просто мне почему-то захотелось побольше постоять у могилы и подумать о вечности и о справедливости. Ведь такое желание не является ни возмущением, ни желанием что-либо изменить. И разумно устроенный подавлятор никак не может этому воспрепятствовать. Иногда мне кажется, что это не подавлятор вживлен в мой мозг, а наоборот мой мозг вживлен в подавлятор. И я думаю, что это самая разумная и правильная точка зрения, придерживаясь которой можно со временем расширить свой жизненный угол до максимального предела и обрести настоящее счастье.